Верия с Юрой сейчас поддерживает вот эту палаточку, которую молодые товарищи по команде задали. Опять же, ну, я не знаю. Каждый бьётся за себя. Сейчас ребята должны сделать всё, чтобы показать, что они хорошая, сильная, надёжная пара. Вера Базарова расцвела, вот в самом прекрасном смысле этого слова. Сейчас наблюдать за ней, просто смотреть со стороны, одно удовольствие. Я же позволю на себя взять такую ответственность и дай Бог, чтобы только вот сейчас всё, как она умеет и как Юра умеет. Она умеет, выучены они прекрасно. Большое спасибо Люде Калининой. Она вложила в эту пару всё сердце, душу, знания. Стой, падение столового. Давай, я бы, стоять. 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 Ну и дурак, я вот это. КОНЕЦ 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 А тут только Украина и Луцева КОНЕЦ Вот у них и у Алены Савченко. Ой, елки-палки, что же такое? Это Япония, это Япония. Это очень сложно. Стой, Верочка. Молодец. Юра, держись. Знаете, из такого сложного захода полкатка он ее еще крутит, а потом подъем. Красивая поддержка выполнена прекрасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас можно выдохнуть. Молодцы они все равно. И молодцы в том, что в той ситуации Юрка все-таки проявил себя мужиком до конца, потому что он выстоял. Извините меня, сейчас мы это повторю. Ну и всех, и всех мальчишек просто, видимо, настолько вот сложно там, но держатся молодцы при подъемах, их так заматывает. Ну, в чем причина? Действительно, мы говорим, да, пусть и говорим, что все в одинаковых условиях, тем не менее, разница вот это часовых поясов, она сумасшедшая. И обращаем ваше внимание на то, что на тренировку ребята приезжают по московскому времени глубоко ночью, организм не понимает, что с ним происходит. Вот. Ужас еще ситуации в том, что в гостиницу не уехать. И вот здесь вот, прямо на тренировочном катке установили уже сегодня, установили организаторы 16 кроваточек таких с тумбочками. И как в пионерском лагере спортсмены могут пойти отдохнуть, потому что вчера вообще некуда было деваться. Просто сидели на трибунах, где-то в подтрибунных помещениях. Об этом чуть позже, давайте посмотрим. Выброс. Молодец, мне коснулось рукой, а уж так тянулось. Молодец. Здорово сделали. У них хорошая плюсовая зона, и флиповские, и риттборовские. Два выброса красивые. Спираль вперед-внутрь, мы видели. Поддержка из сложной группы. То есть такого дорогого стоит. Вот здесь, видите? И удержал он ее, молодец. Конечно, Вера успела подстраховаться рукой. Во-первых, и он ее взял у льда, прям вообще. Но там мгновение все решали. И вы знаете, несмотря на то, что понятно, что это минус, они все равно получают за эту сумасшедшую поддержку очень высокие оценки. Это вот к вопросу о том, что ни на мгновение нельзя терять концентрацию, особенно на выходе из поддержки. Особенно в Японии. Особенно утром ранним и без сна. Нина Михайловна Мозер на ваших экранах. Бледная. Бледная. Понятно, что непростые мгновения она пережила вот за последние минуты. Ну и Вера с Юрой. Вы даже не представляете, как вообще волнуются тренеры. Ждем оценки. 131 у них было на этапе Гран-при Капов Раша. Здесь... 122. 122. Они выходят у нас сейчас на первое место. Ну и положение у нас сейчас такое, что Вера Базарова и Юрий Ларионов лидируют. Ну и... Дай Бог, чтобы так сохранилось максимально долго. Спасибо.